Час Делягина Час Делягина Час Делягина Час Делягина Час Делягина И действительно, в Сталинской Конституции, если посмотреть, там было очень много, как в кинофильме «Кубанские казаки». Не то, что есть сегодня, а то, что мы хотим, чтобы было завтра, и ради чего мы будем работать. Например, простая вещь. Не было отдельной статьи, посвященной здравоохранению, медицине. Отдельная статья, посвященная праву на отдых. Какое право? На отдых в 1936 году. Через несколько лет начали готовиться к войне, начали переводить промышленности, всю экономику на военные рельсы. Но люди верили в светлое будущее. Кстати говоря, Сталинская Конституция была еще и значительно более демократичной, чем Брежневская. Как это не смешно сейчас звучит. Потому что в Сталинской Конституции, среди прочего, прописывалась процедура выдвижения людей в депутаты психором. Его из них было зафиксировано, что право выдвижения людей имеют общественные организации, включая профсоюзы, культурные общества и молодежные организации. Понятно, что имелся в первую очередь ленинские комсомолы, но и другие, вероятно, тоже. И в инструкциях к выбору 1937 года, которые были сделаны, прямо указывалась на возможность альтернативного голосования и удвижения нескольких кандидатов. Там даже указывалось, пожалуйста, вычеркните фамилии кандидатов, которые вам не нравятся, оставьте единственную фамилию вашего кандидата. И весьма вероятно, что Сталин действительно понимал, что парт-хост-неменклатура, которую он называл проклятой кастой, уже сложилась, как класс. И чтобы этот класс не сожрал страну и его самого, нужно запустить механизм его автоматического самообновления. И попытался такой механизм запустить. Класс эту опасность осознал, ответил жестко. Ну, собственно говоря, когда в Единой России ввели праймерис во многих регионах, там тоже местные начальнички увидели угрозу себе в этом и начали превентивно зачищать всех потенциальных оппонентов. Ну, времена уже гуманитарные, поэтому до расстрелов дело не дошло, люди отдавали под суд, люди его гоняли из партии, отжимали другими способами. В конце 30-х годов люди еще помнили гражданскую войну, многие в ней участвовали лично, и методы были более простые. И одна из причин большого террора 37-38 годов, это как раз результат того, что парт-хост-неменклатура начала уничтожать своих потенциальных конкурентов, чтобы сохраниться у власти. Списки ведь расстрельные на местах создавали. Ну, расстрельные списки на местах, там миллионы доносов, но самое главное – это резолюция, которую накладывал Сталин на докладах особо ретивых людей. Скажем, сохранилась резолюция на докладе будущего дисталинизатора, демократа и гуманиста Никиты Сергеевича Хрущева, который попросил в очередной раз увеличить квоты на расстрел. Сталин написал «Умись, дурак». Так что, к сожалению, это была реакция класса парт-хост-неменклатуры, стремлений к самозащите. Люди, которые устроили эту реакцию, они в большинстве своем погибли сами, в том числе потому, что Сталин им этого не простил. Но класс победил, класс сохранился. И когда силы Сталина по прочистке его при помощи репрессий сякли, он сыграл сначала страну, а потом и страну. Но, по крайней мере, сталинская конституция была мечтой о том, как мы будем жить. Ну, например, там была общенародная собственность. Но при этом четко фиксировалось, что предпринимательской деятельностью может заниматься кустарь и может заниматься артель, при условии, что там не будет формального эксплуатации человека человеку. Артель и кустарь были зафиксированы в Конституции. Она была во многих вопросах очень детально прописана, хоть и небольшая по своему объему. Брежневская Конституция, она фиксировала то, что есть. Общенародное государство, уже диктатура пролетариата нет. Общенародное до такой степени, что пришлось вводить отдельным шестым пунктом руководящую, направляющую роль КПСС. Потому что даже у Сталина этого не было. У Сталина ВКПБ это просто одна из общественных организаций, в которой объединяются наиболее передовые люди. Если судить по Конституции, то эта общественная организация, она существует наравне с другим. С одной стороны, конечно, лукавство, лицемерие, обман. А с другой стороны, это закладка на будущее. Чтобы в будущем партии пришлось конкурировать. Да, не с другими политическими партиями, но с общественными объединениями. А разница, как мы знаем, не принципиальная. У Брежнева этого уже не было. Уже очень... Конституция выросла по объему, потому что все хотели жить по закону. Уже было государство правовое, на самом деле. И доминирование писаного закона над обычаями и настроениями уже стало нормой для общества. Поэтому Конституция выросла по объему, стала более детальной. Сократила права республик в составе Советского Союза, которые у Сталина были очень большие, вплоть до права выхода. Вплоть до права иметь свои вооруженные силы и проводить свою внешнюю политику. Так что Брежневская Конституция дала больше всех прав. Она четко зафиксировала недопустимость эксплуатации человека-человека, общенародную собственность на недры и так далее. Это был действительно свод законов. Это был основной закон в стране, которая хотела жить по закону и могла жить по закону. И руководство, которое тоже хотело жить по закону, а не по понятию. Поэтому Конституция стала выходным днем. Красный день календаря. Час Делягина. На радио Комсомольская правда. В эфире Комсомольская правда. Час Делягина. В студии директора Института проблем глобализации Михаил Делягин и я журналист Евгений Черны. 12 декабря у нас юбилей очередной. 20 лет Конституции Новой России. Ясенская Конституция принималась, многие помнят как. После расстрела Белого дома. Все понимали уже в конце 80-х, что нужна новая Конституция. Горбачев вытащил из старой Конституции 6-й пункт, после чего вся структура власти рухнула, рассыпалась. С одной стороны, даже власть хотела жить по закону. А из закона изъяли сердцевину, и закон перестал работать без 6-го пункта Конституции. И все. Так и закончился Советский Союз. В 92-м году шла интенсивная работа, конкулировали разные проекты. Нынешний президент Дагестана, господин Абдулатипов, боролся за то, чтобы федеративный договор был выше Конституции. Чтобы Конституция входила в него всего-навсего частью. Слава Богу, не удалось. После расстрела дома Советов, все было уже совсем просто. Собрали Конституционное совещание из ручных или напуганных экспертов и политиков. Они написали проект. Потом победители уточнили, скажем так, этот проект в зависимости от своей потребности. Подверстали его под свои нужные интересы. И вперед живите. Конституция получилась царская на самом деле. Так их Морис Николаевич называли во второй половине 90-х годов. За глаза, разумеется, царь. Книжка была «Хроника царя Борисовича». Ну, это шутки, шутками. Но это факт, потому что вся власть была и остается у президента. А перекос власти ведет к разрушению. Это все понимают. Это еще понимали в начале 17 века, как в смутное время, когда Василия Шуйского сделали царем. И первый прообраз нашей Конституции. Крестоцеловальная запись, которую Василий Шуйский поцеловал крест. То есть, ну, как бы, дал обязательство перед Богом не нарушать. Между прочим, далеко не все положения этого лапидарного документа выполнены по сей день. Неприкосновенность прав личности. Расскажите это милиционеру. Многим современным полицейским они решат, что Вы занимаетесь враждебной пропагандой. Или на каком-нибудь представительных силовых структур. А дальше, что нельзя карать без суда. Например. Что суд должен быть честным и независимым. Сказка. Слова были другими. И независим он был от произвола царя. Но, тем не менее, по правилам. Нужно обязательно учитывать свидетелей. Показания свидетелей. Нельзя просто так по произволу людей наказывать. И на родственников осужденных репрессии не распространяются. Кстати, у Сталина, который провозгласил, что сын за отца не отвечает, в Конституции было записано, что избираться и избирать имеет право человек вне зависимости от своей прошлой деятельности, от прошлых проступков и даже преступлений, которые он совершал. То есть не просто сын за отца не отвечает, что нарушалось на каждом шагу, разумеется. Но еще и вот это положение. Если мы сейчас сопоставим крестоцеловальную запись Василия Шульского с нашей повседневной практикой, ну, вы знаете, эти четыре стоят мы, конечно, достигли большого прогресса. Но точного исполнения первого прообраза Российской Конституции мы не достигли. А нынешняя Конституция, поскольку вся власть отдана президенту, баланса противовеса нет, соответственно, она и не выполняется. А зачем выполнять пустую бумажку? Причем это касается самых разных сфер. Ну, у всех на слуху, разумеется, 31-я статья. Люди, которые читали Конституцию и вычитали там право собираться мирами без оружия для выражения своего мнения, их по 31-м числам почти каждого месяца арестовывают, иногда избивают, иногда не очень жестко арестовывают. Но, в общем-то, все понимают, что этого права в реальности, скорее всего, нет. Но есть и другие. Например, Российская Конституция предусматривает, что Российское государство является социальным. То есть должно обеспечивать людям достойную жизнь. Не надо смеяться, не надо ругаться. Это записано в действующем, в действующей Конституции Российской Федерации. Я понимаю, что нам было бы с вами спокойней, наверное, было бы ближе к реальности, если бы этот замечательный документ писался бы сразу в рулонах на мягкой, ушистой бумаге, и желательно без текста, чтобы не мазалось. Но он, как известно, издается по-другому, в книжках, с текстами. И там написано, что Российское государство является социальным. Вся государственная политика Российского государства, с момента его создания в конце 1991 года, и особенно после расстрела Дома Советов, является антисоциальным. До такой степени, что в 2000 году господин Греф, когда с коллегами писал проект для Путина «Стратегии» до 2010 года, они так прямо написали, что нужно отказаться, что нужно провозгласить, что Российское государство не должно быть социальным государством. Ему указали, что это противоречит Конституции, этот абзац был снят. А вся политика по обеспечению этого осталось успешно проводится в жизни. Другой пример. В 71-м статье о Конституции предусматривалось, что, скажем, например, электроэнергетика находится в всецелом ведении федеральных властей. В 2003 году, 10 лет назад, был принят закон, по которому электроэнергетика в значительной своей части из резины федеральных властей была выведена. На вопрос, как это соотносится с Конституцией, многие депутаты того времени честно отвечали, какая разница, это пустая бумажка вашей Конституции. Знаете, законодательная власть говорила, да забудьте про нее, нам вот пилить надо, реформу электроэнергетики делать, распиливать отрасли. Вот, и вся реформа электроэнергетики осуществляется впрямую, впрямую, с моей точки зрения, нарушение действующей Конституции. К примеру, можно приводить массы, независимость судей, и запрет пыток. Вы представляете, Конституция запрещает пытки, и запрет цензуры. Причем, знаете, я лично знаю людей, которые считают, что в России нет цензуры. Вот я лично этих людей знаю. Причем не по пропаганде, а искренне, по зову сердца. Во-первых, когда я сказал, что цензурение, значит нет. И Конституция в целом не выполняется, да документ не работающий. Поэтому очень смешно выглядят попытки наших депутатов внести изменения. Если учитывать, какие изменения они собираются внести, то эти попытки выглядят и смешно, и страшно, но вносить изменения в неработающий, в большом счете, не существующий документ, но это нонсенс. Помните, отменяли выборы губернаторов. Так вот, Конституционный суд незадолго до отмены выборности губернаторов рассматривал там по какой-то инициативе с мест возможности выбора и принял решение, что это антиконституционно. Ну, а когда это решение было принято, это предложение было внесено кем надо, Конституционный суд сразу решил, что никакого противоречия Конституции нет. Знаете, когда Конституция что дышла? Конституция, как основной закон, производит жалкое впечатление. И поскольку люди, которые готовили ее для Бориса Николаевича, в общем, были людьми, хотя и циничными, но умными, и они прекрасно понимали, что они творят, и каковы примерно будут последствия этого, они очень спокойно и меланхолично не стали делать день принятия Конституции к всенародному празднику. Потому что даже им было стыдно. Вот смотрите, в Америке за 226 лет внесли всего в Конституцию 27 коротких поправок. Вернее, даже это не поправки, это дополнения, которые расширяют права свободы граждан. Даже первые 10 поправок, они так и называются, биль о правах. То есть народ получает больше прав, включая право на оружие. А у нас, ну... Нет, ну послушайте, что значит право на оружие? Людям дать право на оружие, это, конечно, начнут защищаться. А то у нас, понимаете, у нас мордобой в здании Государственной Думы. Депутат «Единой России» от Чечни избил депутата от «Единой России», от другого округа. По словам этого человека, Журавлева, вообще были, так сказать, белого кулаком в голову. И пистолет выпал. Является ли Чечня частью России? Пистолет выпал. Ну, представьте себе, что граждане Российской Федерации имели бы право защищать себя от агрессии преступников и агрессии преступников, которые находятся на государственной службе. Знаете, в нашей стране появился бы реальный противовес произволу, реальный противовес беззакону. Реальный противовес насилию и садизму. Когда чиновник хамил бы пенсионеру, он думал бы, а вдруг у пенсионера с собой оружие есть? Или что-нибудь еще в этом духе? Он уже вел бы себя вежливее. А зачем? Потому что никакого права на оружие. Право на оружие – это то, что отличает гражданина от раба. Право на самозащиту. В Советском Союзе этого права не было. Но была большая система обратных связей. Местком, портком, женсовет, комсомол, вплоть до судов офицерской части и товарищеских судов, помимо порткомов, помимо официальных методов систем рассмотрения жалоб, там и об АХБ, ХСС, комитет партийного контроля и так далее. И пресса была. Была даже поговорка «Слово не воробей, поймают, вылетишь». Сейчас это все ликвидировано. И если в советской власти человек при желании мог рассчитывать на какую-то защиту, то сегодня это право у него отнято полностью. Даже депутаты Государственной Думы можно безнаказанно избивать, доводить до скорой, а случайного посетителя просто увезли на скорую с двумя выбитыми зубами. Даже комиссия Госдумы по этике сломать не рассматриваем. Людей тоже можно понять. Их пристрелят прямо на рабочем месте, и все, если они будут рассматривать, возможно. Поэтому никакого права на оружие у рабов быть не может. Право на оружие бывает только у граждан. Соответственно, не рассчитываю. Час Делягина на радио Комсомольская правда. В эфире Комсомольская правда. Час Делягина. В студии директора Института проблем глобализации Михаил Делягин и я журналист Евгений Черных. 12 декабря у нас юбилей очередной. 20 лет Конституции Новой России. Куда мы залезли в какие-то земли? Какое-то право. Есть право на жизнь. В институции торжественно провозглашено право граждан на жизнь. Это я экономист. Вот право граждан на жизнь с точки зрения криминолога, что людей нельзя убивать просто так. В Уголовном кодексе это отражено формально. Но для экономиста право граждан на жизнь это означает, что государство гарантирует мне прожиточное минимум. Это естественная граница всякого социализма. Если я человек, то я имею право на существование. И государство мне должно обеспечить, если оно государство. А вот все, что сверх прожиточного минимума, то есть чтобы я не умирал, это я уже должен себе заработать сам. Он не должен быть большой, он не должен стимулировать ежедневенчество. Это минимум, без которого человек не живет, а медленно умирает. То, что у нас более 10% общества находится за гранью этого медленного умирания, это не важно. Всякое бывает. Но у нас государство официально игнорирует экономическое выражение права на жизнь. Так что государство официально не предоставляет, не гарантирует нам прожиточного минимума. Гарантирует только пенсионерам. Это единственная категория полноправных людей в нашей стране. Ну, по закону полноправных. В Трудовом кодексе было написано, что зарплата не может быть ниже прожиточного минимума. И таким образом понятие полноценных людей расширялось на всех работающих. Но удивительная вещь, эти люди, этот пункт сначала был отнесен его введение на 2005 год, а потом отнесли вообще на неопределенное светлое будущее. Так что даже право на жизнь по конституции государство российское нам с вами не гарантирует. А вы на Америку смотрите. Ну что? В Америке, между прочим, в американской конституции у нас неточные переводы прописаны. Обычно у нас переводится «право народа на восстание против тирании». Вы знаете, надо читать первоисточники. У американцев нет, у американского народа нет права на восстание против тирании. У американского народа есть закрепленная в основном законе государства обязанность восставать против тирании. Как это выполняется, это другой разговор, как Российский уголовный кодекс. Никакое писанное право не выполняется полностью. Всегда есть погрешность. Но у них такая обязанность есть. А у нас любой разговор о своих правах выпираемых легко завершается 282-й статьей о возбуждении социальной розни к социальной группе преступники. Например. Что же получается? Или нам переписать и написать вернее новую емкую конституцию, чтобы раз она всех... Если мы в конституции отразим, что мы хотим, получится как состалинская конституция, где очень много хорошего было. А с одной стороны она породила террор, скажем так, она стала одной из причин большого террора, а с другой стороны так полностью реализована не была. Это подход, так сказать, нормативный. Я всецело за, просто надо хорошо подумать. А с другой стороны есть подход фиксация того, что есть сегодня. Если посмотреть с точки зрения фиксации того, что есть сегодня, нужно убрать половину статей, которые фиксируют какие-то права каких-то граждан. Все глядя на Россию, такое ощущение, что граждане и те, у кого есть миллионы долларов кэш и выше, но не меньше. Остальные, как в Прибалтике, не граждане. Правда, в Прибалтике не граждане есть права, а у наших, по-моему, не всегда. Внести туда в качестве основополагающей нормы, что депутаты говорят про православие, зачем оскорблять хорошую, уважаемую религию. Несите прямо, что государственная идеология является мракобесием, воинствующей и обиженной. Это будет значительно более точно, потому что православие к мракобесию отношений не имеет. Я думаю, что если бы те люди, которые сейчас проповедуют агрессивные формы различных религий, почитали бы свои священные книги и бы сильно изумились, по крайней мере, люди, которые называют себя христианами, не говорили бы, что прощать некорректно. В Библии про это немножко по-другому написано. Люди, которые требуют изъять положение о доминировании международного права над российским, с пропагандистской точки зрения, они правы, потому что это ущемление суверенитета. С фактической они правы частично, потому что международное понятие прав человека за последние 20 лет трансформировалось настолько, что оно предусматривает право меньшинств безнаказанно осуществлять наглую, размузданную агрессию в отношении большинства. Сексуальные. И сексуальных, и национальных, и каких только нет, и всех остальных. Понятно, что это противоречит представлению права человека, которое просто нормально. И мы на это ориентироваться не можем. Но вместе с грязной водой уплескивают ребенка. То есть под этим предлогом не будут отменять права сексуальных меньшинств проводить гей-парады или навязывать, осуществлять гей-пропаганду. Нет. В связи с этим будут отменять права человека на жизнь, права человека на правосудие и другие базовые вещи. Поэтому правильным было бы зафиксировать, что сейчас как? Действуют только те международные договоры, которые Россия подписала. Во-первых, смотрите, что подписывать, и все будет в порядке. Ну, например, не подписали мы конвенцию о борьбе с коррупцией, так она у нас и не действует, никто не заставляет нас ее применять. Никто не заставляет бороться с коррупцией, ну вы что, подрывать то, что насколько можно суть является основой государственного строя и основой благосостояния правящей тусовки. Ну, о чем речь? Ну, мы не подписали и, так сказать, изображаем цирк, который мы наблюдаем в этой сфере. С другой стороны, в пропагандистских целях, чтобы показать, что есть суверенитет, можно просто сказать, что международные договоры автоматически по факту ратификации становятся элементом российского права. Российское национальное право, конечно, круче любых международных договоров. То есть, таким образом, можно было бы соблюсти и приличие, и имидж, и не выпрыснуть ребенка вместе с грязной водой. Но, к сожалению, у нас в Государственной Думе есть замечательные молотовойцы Костолумы, а вот с юристами там, по-моему, большая проблема. На этой ноте мы завершаем Час Делягина. В студии был Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации и я, журналист Евгений Черный. До свидания, друзья, удачи. Час Делягина на радио Комсомольская правда.